С вами канал Science Daily, новости науки и космоса. Первая экзопланета, вращающаяся вокруг пульсара, была обнаружена еще в далеком 1992 году. С тех пор астрономы открыли еще несколько тысяч экзопланет. Но до сих пор у ученых не было возможности изучить атмосферу этих планет. Теперь, благодаря телескопу имени Джеймса Уэбба, такая возможность появится. Однако Джеймс Уэбб не единственный телескоп, который разрабатывался для этих целей. Европейское космическое агентство разрабатывает телескоп Ариэль, само название которого расшифровывается как «Большой атмосферный инфракрасный исследователь экзопланет с дистанционным зондированием». Цель этого телескопа – изучить атмосферу около тысячи ранее обнаруженных экзопланет. Он будет изучать их химический состав и распределение тепла. Детальное понимание состава атмосфер экзопланет позволит ученым понять, как и где они образовались. К тому же наблюдение за экзопланетами земной группы может помочь ответить на вопрос о происхождении жизни на нашей планете. Если телескоп Ариэль сможет показать нам, как развивалась физическая и химическая среда на планетах, подобных Земле, то мы сможем получить представление о том периоде в истории формирования нашей планеты, когда на ней зародилась жизнь. Космический аппарат Ариэль будет состоять из двух основных модулей – сервисного модуля и модуля полезной нагрузки, термически изолированных друг от друга. Теплозащитный экран должен будет обеспечить пассивное охлаждение модуля полезной нагрузки до минус 218 градусов Цельсия. Все научное оборудование будет расположено за главным зеркалом телескопа. Первичное зеркало будет иметь овальную форму с размерами 1,1 на 0,7 метра. Телескоп будет работать в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн, находясь на галлоорбите в точке Лагранжа системе Земля-Солнца. Сейчас телескоп Ариэль все еще находится в стадии проектирования. Предполагается, что его запустят не раньше 2028 года, и его миссия продлится как минимум 4 года. Редактор субтитров А.Семкин